Новосибирские гимнасты Евгения Подгорного тренировки идут постоянно. Но сейчас в этой части зала работают только лидеры взрослой и молодежной сборных области. И самые перспективные юные гимнасты. У них проходит сбор под руководством наставников молодежной команды России. Один из лидеров новосибирской гимнастики, кандидат в основную сборную, Артем Сметанин, тоже оттачивает свое мастерство. Он практически восстановился после травмы и работает в полную силу на каждом снаряде. Но есть любимые. Конь и брусья у меня два любимых снаряда. Они у меня, в принципе, лучше всего получаются. Поэтому мне они нравятся, собственно. Сложнее всего прыжковые снаряды. Сложно у меня прыгать. Получается сильно хорошо. Помимо Артема здесь совершенствуют свое мастерство, отрабатывая новые элементы и комбинации на разных снарядах, кандидаты в молодежную сборную страны. Хусейн Халилов и Никита Ведерников. У них задача закрепиться в национальной команде в этом году. Такие сборы с ведущими тренерами страны для новосибирских гимнастов проводят несколько раз в год. Они полезны не только для спортсменов, но и для их постоянных наставников. Сколько у нас проходило уже таких мероприятий, и они с каждым приездом привозят новое. То есть интересно, в принципе, подчеркнуть для себя, для маленьких детей, над чем сейчас работают, над чем на следующий цикл будем уклон делать. Благодаря такому вниманию к подготовке основного состава и ближайшего резерва сборной области, в последние годы новосибирские спортсмены успешно выступают на соревнованиях самого разного уровня. А с тех пор, как открыл свои двери Центр подготовки Евгения Подгорного, интерес к этому виду спорта растет. И все больше родителей приводят своих детей именно в гимнастику. Начиная с пяти вечера, где в зал вообще невозможно зайти, здесь все кишит. Когда заходишь, радуется глаз от того, какое количество ребятишек находится в зале. Действительно, спортивная гимнастика – популярный вид спорта. Ближайшие соревнования по гимнастике в Новосибирске – первенство области. Оно пройдет 26 и 27 января в Центре подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.